Чем отличаются три формы одного и того же модального глагола в немецком языке? Können, konnte, könnte. Давайте разберем в этом видео, чтобы вы не допускали ошибки и с легкостью могли их правильно использовать в вашей речи, общаясь на немецком языке. Халло-халло, всем привет! Меня зовут Анжелика, я преподаватель немецкого языка. Хочу сразу напомнить о том, что каждый месяц стартует, запускается полный, пошаговый, трехмесячный онлайн-курс. Присоединяйтесь, если вы хотите улучшить ваш немецкий, разложить все по полочкам. Это разговорный курс, который поможет вам приобрести навыки говорения по тем темам урока, которые мы проходим каждый день. Ну и, конечно же, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться, потому что мои видео приносят вам пользу. Чтобы не потерять этот канал, нажмите на колокольчик и получайте уведомления. Итак, начнем с базовой формы в инфинитиве. Глагол können. Вроде бы мягко звучит, вроде бы сумляутом, да, это то, что мы должны понять, запомнить, привязать его обязательно к смыслу, к переводу, то, что он означает, как бы я умею. Это наши навыки, знания, все то, что мы можем что-либо делать, выполнять. То есть, больше его переводим как уметь. Я могу, но я знаю, как это сделать. У меня есть умения, навыки, возможности. Он спрягается неправильно, ведет себя своей особенной жизнью. Итак, ich kann, это все то, что вы говорите про себя. То есть, что я могу делать? Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann ein Auto fahren. Und du kannst du gut kochen. То есть, ты умеешь хорошо готовить. Вот его базовое значение, первое, третье лицо, то есть, ich kann. И он, kann, она, kann будут совпадать, да. То есть, не берем здесь никакого окончания, э, про себя стандартно, когда мы, спрягая любой глагол, всегда добавляя их, гее, их махе. Ich kann никакого, э, в конце мы не берем. Ну, просто надо запомнить, да, вот такая его форма. То же самое в третьем лице, du kannst, на du понятно, а вот он, она, о ком мы говорим в третьем лице, как бы, да, он, она, оно, может, er kann. И вы видите, что здесь совпадает про себя, никакого t окончания нет. Итак, первое значение, können, с таким неправильным его спряжением, нужно запомнить, означает то, что мы умеем. Да, мы можем, но мы знаем, как это сделать. Рекомендую прям переводить, я умею, не просто я могу. Второе значение, это уже форма прошедшего времени. То есть, раньше я могла, вот раньше я умела что-то делать, сейчас не умею. Или в 15 лет я уже умела водить машину. Да, и для этого нам нужно к нашей форме können, модального глагола изначально, с инфинитива. Да, сделаю три шага. Первый шаг, убираем точечки, да, то есть у нас будет твердая форма. Второй шаг, мы между окончанием, после корня, добавляем такой t, то есть я умела, могла, да, то есть чувствуйте, мы уже попадаем в прошлое, в реальное прошлое, но уже не сейчас, а то, что уже происходило, то, что мы могли делать, умели. Итак, ich konnte, это я умела schwimmen, или ich konnte nicht nehmen, я не умела шить. Und du, konntest du mit 15 auf Deutsch sprechen? А ты умел, ты мог в 15-летнем возрасте говорить на немецком. Особенность модальных глаголов, вы знаете, что они усиливают, придают нюанс основному, смысловому, и в предложении имеют свою строгую позицию. То есть раз мы спрягаем, говорим о том, кто это делает, да, вот как раз этот модальный изменяется. Давайте его проспрягаем. Второе значение, это я умела, ты умел, да, то есть мы могли, но уже в прошлом. Ich konnte auf Deutsch sprechen. Я умела говорить по-немецки. Du konntest, да, видите, через вот это t, умел, умела. Да, мы же говорим про прошлое, поэтому нужно опустить, вот ниже показываю, как бы форму прошедшего времени. Du konntest gut kochen. Видите, глагол в конце, второй глагол не изменяется. Мы не можем сказать, я умею, готовлю, или ты умела, готовишь. Нам второй глагол не нужно изменять, то есть просто модальный всегда живет только с инфинитивом. Так, сейчас я могу готовить, да, то есть вот его начальная форма. Или я могла, но опять-таки готовить. Давайте теперь возьмем он умел, она умела. Чувствуете, мы-то опускаем туда, назад, в машу, в прошлое. Получается, нам нужно через t перепрыгнуть. Er konnte ein Auto fahren, да, то есть он умел водить, управлять автомобилем. Вот такая его форма. Konnten, да, то есть второй наш сегодняшний вариант, способ использования модального глагола умел, мочь. Это в прошедшем времени через t и тверденько показывает наши знания, навыки, умения, только не сейчас, а уже то, что мы использовали раньше. Это был второй способ использования модального глагола. Können, konnte. Ну и теперь, что же такое könnte, то есть и t, и еще и точечки умляуты, да, вот эта мягкая форма, könnte, очень близка как бы изначально с уметь, мочь, могу, можете, но теперь она стоит в форме конъюнктив. Конъюнктив цвай в немецком языке используется в качестве вежливого обращения к кому-либо. Очень смягченный вариант, то есть не просто можешь мне помочь, да, тогда kannst du mir helfen, первый вариант, то есть у тебя есть умение, навык, возможность, время, там, что угодно. Kannst du mir bitte helfen, это по первому нашему сегодняшнему использованию этого модального глагола. Könntest du mir gestern helfen, то есть ты мог мне вчера в реальности, твердое, ты мог мне помочь, но, видимо, не помог. И вот теперь, если мы остаемся через t, то есть форма ты мог, чувствуете, мы же как бы берем теперь через t, уже со второго нашего применения форму, ты мог, я могла, но теперь опять делаем мягенькую, добавляем умляуты. Könntest du mir bitte helfen, и вот это третье его применение выражает, показывает нашу супер-мега-вежливую форму обращения к человеку. Ну или вообще как бы, да, вот такой бы, ты мог бы мне помочь. Итак, что такое третья форма Könntin? Здесь мы видим t в серединку, да, вот вроде бы из прошедшего времени взяли, ты могла, ты мог, но теперь мы делаем бы, то есть условность. В реальности это не произошло, человек не помог, ничего там не смог это сделать. Но теперь мы переводим Könntest du, Könntin sie, как бы могли бы вы мне помочь сказать, что-то сделать, ответить, принести, то есть формулируя очень вежливую, вот прям очень красивую форму, используя модальный глагол Können, но через t. На самом деле, видите, мы проделали какой огромный путь, то есть, ага, взяли Können much, опустили его во вторую форму, konntest, твердую, это реально было, через t могла, ну и теперь преобразовываем как бы бы, добавляем, ну вот это нереальность, сослагательное такое наклонение, это условное, да, то есть в нереальности не произошло. Ах, вот если бы ты бы мне бы помог бы, и вот это бы возвращает точечки, умляут, это уже не о, а ö, kö, könntest du bitte heute mich zum Bahnhof fahren, ты мог бы сегодня бы, меня бы, на вокзал бы, отвезти бы, ну понятно, что я утрирую, для того, чтобы вы поняли, что в реальности никто никуда никого не везет. И вот мы говорим об вот, о таких условиях, о конъюнктиве, и выражаем при этом очень вежливую, красивую такую просьбу, используя третий вариант формы глагола Können, для того, чтобы получилось могла бы, могли бы, вы бы, вот такой вариант. Пользуйтесь, с вами была Анжелика, не прощаемся, bis zum nächsten Mal, tschüssi, пока-пока!